Победу в Великой Отечественной войне человечество отмечает памятными датами. Но чем дальше уходят в историю военные годы, тем больше усилий требуется для защиты исторической правды. Уже выросло несколько поколений, которые знают о Второй мировой и Великой Отечественной войнах в лучшем случае – по учебникам. Почему важно знать историю и важно ли ее знать, на твой взгляд? Важно, потому что мы узнаем, из истории мы узнаем, что было до нас, как жили наши предки до этого. О войне ты что-нибудь знаешь? И если знаешь, из каких источников? Из курса истории получаю знания. Мы получаем опыты из истории, можем применить это в жизни. Во-первых, это интересно. Во-вторых, как бы ближе привязываешься к истории родного города. Знаешь его, любишь город. Знать историю очень важно, поскольку, если не знать историю, то и будущего не будет. Чтобы знали своих предков истории, чтобы мы больше рассказы знали для своих будущих детей, ну и для всех, чтобы были, ну, как сказать, статьи были разные, чтобы, если хотели, то сами писали статьи разные. Знаю, мой прадедушка был на Великой Отечественной войне, участвовал там, был главным. И обязательно свою историю надо знать, особенно города своего и республики. А какое это может иметь практическое применение в жизни? Кругом пригодится, где-то за рубеж выехать, рассказать о своей стране, что-то детям, внукам рассказать. Это, безусловно, надо знать и уметь им еще и пользоваться в придаче. Глядите, когда человек не ведет историю, он не станет письменником, не станет навыковцем, потому что давно уже есть такая приказка мудрая, что, когда человек, не ведая своего минулого, так как его и будущего не привитая. Когда человек еще, например, наш Владимир Илгенович, выкладая так цикаво, что его запоминают, а маль, что одного из университета про сгоды вспоминают. Так, после выпуска от Ягоды хочется эту историю просто перочитывать и ведать, и текавятся люди все же все. К составителям возлагается высокая ответственность за ценности, смыслы и идеалы этих исторических событий. Именно на этом поле разворачиваются основные сражения. В своей первой книге «Что-то с памятью нашей» стало преподаватель, кандидат исторических наук Владимир Егорычев, развязал свою войну с проявлениями исторического беспамятства. А когда уже информационная война привела к тому, что вообще начали кардинально менять точку зрения на вклад союзов в разгром фашизма, я решил окончательно, что буду заниматься только этой патриотической тематикой. Ну и одна из первых книг, она была скромно названа что-то с памятью нашей стало, поскольку еще никто не знал, кто такой тот Егорычев. Ну, газетный писатель. А когда она вышла, вдохновила меня эта книжка. Претенциозное название «С игрой слов» не обратило на себя внимания критиков. Книга была высоко оценена, переиздана три раза, а автор даже получил ходатайство от Королевской библиотеки Великобритании. Успех вдохновил историка на создании еще одной книги. В это время Владимир Евгеньевич уже преподавал в университете и читал лекции по своим учебникам. Тем более есть спецкурс «Великая отечественная война» в контексте Второй мировой войны. Как обойтись без научной подкладки в этом праве? Учебника недостаточно, честно скажу. На лекциях Владимир Евгеньевич цитирует свою книгу. Беларусь во Второй мировой войне. Тема эта освещена, пожалуй, со всех сторон. Кажется, разобрались здесь и с белыми пятнами. Но в истории всегда встречаются такие случаи, однозначную оценку которым дать нельзя. Разделить вот это белое, а это черное. Всегда найдутся и так называемые черно-белые пятна, над исследованием которых можно работать и работать. Одной из таких неудобных до недавнего времени страниц в нашей истории были боевые действия армии Краевой на оккупированной фашистами территории Беларуси. 41 год Владимир Егорычев преподает урок истории. Свои мысли автор подтверждает ссылками на архивные материалы, другие первоисточники. Смотрю на то, что творится вокруг Победы, эти ток-шоу и так далее. Постепенно они справедливо все рассказывают, но все в декларации. Надо, давайте, создали общество по защите правды. У меня один только вопрос. Кто конкретно и что сделал? Какой документальный фильм создал? Кроме своих учебников, Владимир Евгеньевич рекомендует статьи других авторов, исследовавших Великую Отечественную войну. Я рекомендую всей молодежи за 28 мая в Советской Беларуси блестящая статья Сергея Ткачева. Называется «Поклонимся великим тем годам». Я наизусть прямо вам скажу. Там написано, с фальсификацией надо бороться постоянно и денно и нощно. Нам нужно еще разгребать и разгребать. То есть возмущаться мало. Надо давать отпор. Научный, мощный, квалифицированный, логичный. И тогда все станет на свои места. Владимир Евгеньевич считает, что лишь по крупицам изучив свое прошлое, можно надеяться на светлое будущее. Но для того и историю надо изучать, чтобы опыт извлекать, не повторять ошибок, но и надо продолжать традиции. Я вам скажу, что вот нам повезло, что мы в Беларуси не уронили это знамя. Ну не уронили мы. У нас никто вопрос не ставил, что знамя победы надо убрать, что надо снести памятники, хотя были попытки такие. По крайней мере, есть музей блестящий, Великой Отечественной войны. И вот мотивом его творчества является решительное неприятие любых проявлений исторического беспамятства, его фальсификации. За национальных героев выдают предателей, ненавидевших собственный народ, принимавших участие в его уничтожении. Так что же представляли собой они, фашистские прислужники, белорусские коллаборационисты, друзья народа, возведенные ныне по неразумности в ранг героев? К чему они звали белорусов в годы войны с фашизмом? В своих книгах автор дает ответы на этот и другие вопросы. Часто его мнение не совпадает с мнением других писателей-историков. Когда вышла книга самого ярого антисоветчика и фальсификатора Резуна Суворова, Ледоков, одна из первых книг его. И там он с ног на голову стоит все. Во-первых, пропагандировать теорию превентивной войны. Якобы Германия, чувствуя, что Сталин нападет на Германию, ударил заранее и тем самым предотвратил. Понимаете, это кощунство. Он бросил все и отправился в Москву изучать архивы. Ведь именно сейчас можно раскрыть всю правду о войне, потому что есть доступ к архивным материалам. Результат не заставил себя ждать. Я когда увидел документ, который опровергает это все, тот у меня появился великий козырь. И вот когда это вышла книга, пошли статьи, пошла работа. Я думаю, так и надо профессиональному историку делать. Только так. Иначе сегодня просто бесполезно поднимать знамя этой борьбы. Владимир Евгеньевич увлекся историей литературы, еще будучи мальчишкой. Естественно, все началось с детства. И по свидетельству очевидцев и родителей, я рос любознательным ребенком. Меня с кем было оставить. С пяти лет уже меня взяли в школу, зачислили. Кривлянская семилетняя школа была такая. И со всех развлечений мне больше нравилось читать книги. И вот вы можете представить, я уже в восемь лет, где-то я уже в третий класс перешел, я уже прочитал «Декамерон», «Бокаччут». «Декамерон» впечатлил Володю. С тех пор он стал проглатывать книги одну за другой. В деревню он окончил младшую школу, перечитал книги из местной библиотеки. Дальнейшее образование было принято решение получать в городе. Это мать и отец учителя, чтобы не подвезти. И я вам скажу так, когда я в Гродно приехал в 15-ю школу, то я не последним учеником был. Отец и мать Владимира фронтовики. Поэтому неудивительно, что тема, которой он посвятил свою жизнь, это история из боев в сражении. Сначала свои исследования автор писал в стол. Потом стал печататься в газетах, выступать на публике. Патриотическую тему взял за основу своего творчества и своей профессии. Ну а студентами надо работать. Вот надо то, надо то. С ними не надо заигрывать. Не надо с ними панибратством заниматься. Не надо добреньким быть. Добрым – да, но не добреньким, принципиальным. Делай, как я. Делай лучше меня. Никто в мире не придумал лучшей формулы для преподавателей. Когда этот студент или студентка начинает интересоваться, далек от всего. Ну что там история Беларуси? Мне надо химии, мне надо физика. Когда заинтересуется, все, это наш человек. Все, у него гражданская позиция. Знание вырабатывает гражданскую позицию. Есть гражданская позиция, есть свое мнение и уверенность. И все, ты непобедим, ты самодостаточен. Вместе с любимой женой Верой он воспитывает детей и внуков в духе патриотизма. Я даже одну книгу посвятил им. Называется «Визиты в истории». Там я сижу с ними, они так задумчиво ковыряются в носу, перелистывают страницы. Это начало их познавательной деятельности. Сейчас уже многие вещи они знают. И когда кто-то пытается спорить деда, то они мне делятся мнением, как сказать. Ну, некоторые даже ревности относятся к школе. Теперь Владимир Евгеньевич работает над книгой «Урок дает история». Вещи в этой книге будут, раз урок дает история, из моей практики уже. С работой со студентами, в работе в воспитательном плане. Какие подвижки надо. Почему у нас сегодня, к сожалению, в Беларуси на официальном уровне заявляется, что у нас нет идеологии. У кого нет, если он заявляет, у него нет. У меня есть. Она была, есть и будет. В этой книге он расскажет свою точку зрения на патриотизм. Это понятие Владимир Егорычев для себя определяет четко и ясно. Не изменять себе и своим позициям. Идти до конца. И пока человек может этим вершись, значит, он не сдался. Значит, он уже герой. Не сдались курские ребята, которые утонули, но не сдали секреты. Ушли на дно моря. Разве ты не герои? Можно какие угодно инсинуации говорить, что там американцы их побили и так далее. Они свято выполнили свой долг, не дали обнаружить и ушли. И мы должны помнить это и об этом рассказать. Некоторые сведения еще рано показывать, так как нет необходимой документальной базы. Но для этого есть публицистика, которая имеет право на собственное мнение. А собственное мнение, не навязанное толпой, главное для думающего человека. Редактор субтитров А.Семкин